Здравствуйте! В эфире «Наше здоровье». В каждой программе мы рассказываем о современной медицине и на конкретных примерах показываем, как решить свои проблемы со здоровьем. К примеру, как распрощаться с ожирением. Ещё Цицерон говорил, желудок, довольствующийся немногим, от многого освобождает. В жизни бывает наоборот. Собственные желудки превращают людей в заложников, заставляют есть всё больше и больше, и тогда лишний вес становится реальной угрозой для жизни. Как бороться с ожирением, если диета и спорт не помогают? Сегодня в выпуске поговорим о бариатрической хирургии. Лишний вес. Оказывается, для каждого третьего из нас это не эстетическая, а жизнеугрожающая проблема. Часто люди просто не могут справиться с ожирением. Все эти разъекламированные программы похудения, диеты, фитнес помогают только 5% людей. Это статистика общемировая. Переедание или гормональный сбой. Чтобы победить ожирение, нужно выяснить, в чём его причина. Иначе вес не отступит. Вес растёт, 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 растёт. Ну и фактически, да, диеты не работают. Можно ли вылечить ожирение с помощью хирургии? Что такое операции по уменьшению желудка? Кому они подходят и какие результаты дают? Объём желудка после этой операции будет около 150 мл. Врачи рекомендуют. Смотрите наше здоровье. Помните поговорку «Не до жиру, быть бы живу»? В контексте нашей программы она имеет прямое значение, причём самое трагическое. Жир действительно убивает. Люди среднего возраста, которым ещё жить и жить, опускают руки. Мол, так мне и надо. Раз я такой безвольный, не могу сбросить лишний вес и удержать нормальный, лучше мне умереть. Избавить, наконец, родных от тяжёлой обузы. Рассуждать таким образом – фатальная ошибка. Во-первых, от этого никому легче не станет. Во-вторых, современная медицина уже успешно решает такие проблемы, как лишний вес. Этим нужно просто воспользоваться. Вот пример. 77,4. Я в одежде в зиму. А сколько было? 122. Знакомьтесь, Екатерина. Она, не стесняясь, показывает свою фигуру на камеру и приговаривает. Теперь я могу себе это позволить. Оно и понятно. Катя гордится собой, потому что кардинально изменилась. За полгода скинула почти 50 килограммов. Невероятно помолодела. Над её семьёй больше не висит угроза, что из-за какого-то лишнего веса маму можно трагически потерять. Катерина стала здоровым и счастливым человеком. Произошло это так. С 4 килограммов шашлыка спуститься на полстакана говяжьего бульона. Далее в программе Катя ещё расскажет нам о своей новой жизни и удивительных переменах в питании. Но прежде нужно разобраться в проблеме. Почему порой вес выходит из-под контроля? И почему в этом нельзя винить растолстевшего человека? Вот этот вот огромный лишний вес, с которым человек не может справиться, это однозначно нарушение гормонального фона. То есть это неправильная работа поджиудочной железы, ну, всей системы желудочно-кишечного тракта. И зачастую действительно, либо, первое, человек недообследован, то есть не просмотрены очень глубокие гормоны, которые могут влиять, либо, допустим, вообще не сданы анализы. Фактически человек, который очень полный, он убит собственными гормонами. То есть генетика есть, закладка гормонов есть, и его убивают свои же гормоны. Всем, кому не помогают диеты, врачи рекомендуют проверить работу поджелудочной железы и всего же КТ. Обратите особо пристальное внимание на такой анализ, как индекс ХОМО. Это диагностика инсулинорезистентности. Подробнее о ней узнаете у врачей, а пока просто запомните название анализа. Индекс ХОМО расшифровывает эндокринолог и на его основании дает рекомендации по корректировке гормонального фона. Возможно, это поможет избавиться от убийственных килограммов. Если же нет, стоит подумать о радикальных мерах. Что в Америке, что в Израиле, что в Германии, что в России только 5% людей могут похудеть и после этого поддерживать нормальный вес. 5% – это очень мало. А все остальные люди с повышенным весом нуждаются в хирургическом лечении, которое радикально избавляет от лишнего веса и дает надежду на полноценную здоровую жизнь в дальнейшем. Хирургическое лечение ожирения. Что же это такое? Речь об операциях по уменьшению объема желудка в разных вариациях. Такое хирургическое вмешательство называется бариатрическая хирургия. Так получилось, что в Красноярском крае на этом специализируется династия врачей Чайкиных. Они и расскажут нам об ожирении и бариатрии. Лишний вес – это не только некрасиво внешне. Это вызывает огромную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, на эндокринную, на все системы организма. Развивается так называемый метаболический синдром, который в конечном этапе приводит к смерти человека. И если он в 18 лет уже страдает повышенным весом, сколько лет нормальной жизни ему осталось? Никто не знает. Ожирение ведет за собой. Сахарный диабет второго типа. То есть он появляется не сам по себе, а как следствие ожирения. Гипертоническая болезнь, проблемы с суставами, с позвоночником, женское бесплодие, снижение потенции у мужчин, психологическая и социальная дезадаптация. И кроме того, сейчас доказано, что есть даже виды рака, которые вызываются ожирением. И бариатрическая хирургия, она ставит свою задачу повлиять на эти заболевания, либо предупредить их развитие, либо вылечить, если они уже есть. Все бариатрические операции делятся на два типа – гастроограничительные и шунтирующие. В гастроограничительных операциях наиболее распространена продольная резекция желудка. В этом случае желудок настолько уменьшают в объеме, что от него остается лишь маленькая желудочная трубка диаметром около сантиметра. За счет этого человек насыщается меньшим количеством еды. Также при этой операции предусмотрено удаление дна желудка, где содержатся гормональные клетки голода. Соответственно, желание есть становится меньше. Рецепторы, которые вызывают голод, они отрезаны, их нет. То есть я есть не хочу никогда. Теперь о шунтирующих бариатрических операциях. Они отличаются тем, что помимо уменьшения желудка, хирурги корректируют еще и работу тонкого кишечника. После операции у него будет гастроограничительный компонент, то есть пациент будет меньше объем съедаемой пищи, у него более быстрое чувство насыщения и, соответственно, за счет этого резко уменьшится калорийность его питания. И второй момент, второй этап операции – шунтирующая часть операции, при которой из пищеварения выключается участок тонкой кишки. Кишечник у нас обычно длиной около 5,5 метров, и мы его делаем короче на 2 метра. То есть почти что на половину. И, соответственно, на протяжении этих двух метров не происходит всасывание жиров, углеводов. И еще до этого человек худеет. У пациентки, которая сейчас на операционном столе, объем желудка после операции будет около 150 миллилитров. За раз она сможет съесть не более 100 граммов твердой пищи и не более 150 миллилитров жидкости. Это поразительно, но все же лучшим эффектом шунтирующей операции врачи считают полную ремиссию сахарного диабета. То есть пациенты через год, а иногда и через полгода, которые болеющие сахарным диабетом второго типа, которые постоянно принимают препараты, инсулин, они полностью отказываются от сахароснижающей терапии за счет данных операций. О потере веса. После любой бариатрической операции человек теряет 60-70% излишней массы тела. Например, эта девушка сейчас весит 133 килограмма. Планируется, что через год ее вес будет не более 80 килограммов. О методике. Современные бариатрические операции проводятся только лапароскопически, то есть без обширного разреза с минимальной хирургической травмой, позволяющей через три дня выписываться из больницы. В работе бариатрические хирурги используют оборудование высокой точности и четкости. Ультразвуковой скальпель, сшивающий аппарат, который одновременно режет и соединяет разрезы. Среднее время операции – час-полтора. В прошлом году бариатрическую хирургию включили в перечень высокотехнологичной медицинской помощи. Это значит, что такие операции должны быть бесплатными. Однако пока хирургам особо нечем порадовать пациентов. Насколько я знаю, только две больницы в России получили квоты на производство этих операций по ВМП. И квоты этих в пределах 10 операций на год. В Красноярском крае пока таких больниц нет. Поэтому все операции только платные. Ни ОМС, ни ДМС их не оплачивают. Операции дорогостоящие. И людям приходится брать даже кредиты, чтобы их произвести. 200 тысяч или 200 килограммов. Такой вопрос вставал и перед Екатериной. Я выбрала в сторону потратить деньги. И я не жалею ни секунды. Сама о себе Катя говорит, что раньше очень много ела. Из еды сделала культ. После операции это прошло. У меня очень сильно поменялся рацион моего питания. Я очень любила мясо, я не могу его есть. Оно не усваивается практически. Все, что я ем, мне нужно очень тщательно пережевывать. Все очень долго. У меня процесс поглощения пищи очень долгий. Как я ем суши? Я люблю суши. Заказали, купили, привезли, поставили. Муж сел, поел, пошел. Убрать, я говорю, я ем, что-то убрать. Я взяла сушину, жую ее, хожу. Взяла, в рот ее положила и пошла по дому заниматься другими делами. Жую ее, жую. Ну, через 20 пришла, съела еще одну. Таким вот образом я питаюсь. С момента операции Екатерины прошло почти два года. Вес не возвращается. Появилось больше энергии и теперь хочется жить. Сплошные плюсы. Однако важно понимать, что даже за деньги бариатрические операции не делают всем без разбора. Есть абсолютные противопоказания. Это неразрешенные и нелеченные злокачественные онкологические заболевания. Также это состояние и заболевания, которые требуют коррекции. Большинству людей с избыточным весом нужно готовиться к операции. К примеру, восстанавливать функцию дыхания, стабилизировать давление и так далее. Кроме того, и после бариатрии за своим здоровьем нужно будет тщательно следить, регулярно сдавать анализы и понимать, что вся дальнейшая жизнь пройдет под наблюдением врача. Итак, подытожим. Врачи говорят, что каждый третий из нас страдает ожирением и даже называют эту ситуацию эпидемией. Избыточный вес становится угрозой для жизни. Диеты и спорт не помогают. В этой ситуации спасением может стать операция по уменьшению желудка. Такова реальность. Тем временем многие люди с ожирением живут в ожидании смерти. Более того, их родные тоже смирились и просто ждут конца. Но поймите, это не единственный вариант развития событий. Поверьте, ситуацию можно кардинально изменить к лучшему. Поддержка близких, бариатрические операции и грамотные врачи могут сотворить чудо и подарить новую счастливую жизнь. На сегодня у нас всё. Но ровно через неделю врачи рекомендуют вам снова включить телевизор. Смотрите наше здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова